Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтиен. Здравствуйте. За сутки в столице выпала месячная норма осадков. Полицейские сообщают о 187 дорожно-транспортных происшествиях. Как жители Нур-Султана противостояли стихии, расскажет Боржан Валиев. Утро у жителей столицы сегодня выдалось непростым. Выйти из дома, откопать собственный автомобиль, а затем стоять в пробках. И это в лучшем случае. За сутки дорожные полицейские зарегистрировали 142 аварии. Еще почти полсотни случилось в первую половину дня. Тут пожарные тушат возгорание машины. Причина неизвестна. Из-за аварии на дорожной развязке пассажирам автобуса пришлось спускаться и идти до остановки своим ходом. Но и там ситуация не лучше. Из-за непогоды на линии нет пригородных автобусов по четырем направлениям. Многим людям приходится ожидать общественный транспорт до часу. Некоторые лишаются всякой надежды и начинают ловить попутки. Но тоже безуспешно. В департаменте полиции просят водителей воздержаться от несрочных поездок. Заранее планировать свой маршрут. Соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме нечищенных улиц и метелей, опасность представляет и гололед. Осторожными просят быть и пешеходов. При переходе через дорогу полицейские рекомендуют отвлечься от гаджетов и наушников. Сейчас снег в столице убирает почти две тысячи человек. За эту ночь из города вывезли больше 25 тысяч кубометров снега. Быржан Валиев, Арман Акшабаев, Хабар-24. Между тем, в связи с ухудшением погодных условий в столице ученики с нулевого по седьмой классы второй смены сегодня учатся дистанционно. Об этом сообщили в Управлении образования города. Прогноз погоды на ближайшие три дня неутешительный. За циклоном, принесшим осадки и порывистый ветер, уже спешит холодный антициклон, который вызовет быстрое понижение температуры воздуха. По данным КАЗ Гидромета, приближение зимы ощутят даже южные регионы Казахстана. Там столбики термометров опустятся ночью до минус 13. Сегодня на севере, востоке и в центральной части страны сохранится низовая метель и гололед. Семилетняя девочка погибла в пожаре в Кустаная. Из огня ребенка вынесли пожарные. Приехавшая скорая констатировала смерть. Пожар случился в частном шестиквартирном доме. По неизвестным пока причинам загорелось потолочное перекрытие и стена. Спасатели эвакуировали еще трех жильцов. Мать девочки получила больше 90% ожогов тела. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Отца после осмотра медиков отпустили домой. Еще одного ребенка пожарные спасли из соседней квартиры. В медицинской помощи он не нуждается. Создана специальная следственная группа, которая выяснит причину пожара. А у берегов Франции потерпело крушение лодка с мигрантами. На борту 27 человек погибли. Люди пытались пересечь Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании. Трагедию в проливе, разделяющем две страны, назвали одной из самых крупных за последние несколько лет. Подробнее о случившемся в материале Алисы Сдыковой. Первым о трагедии сообщил французский рыбацкий корабль, который обнаружил в открытом море около 15 тел. По версии полиции, на борту надувной лодки находились около 50 выходцев из Ирака, Сирии и Турции, которые пытались пересечь пролив. По последним данным, по меньшей мере 27 пассажиров погибли. Прокуратура Дюнкерка открыла расследование непредумышленного убийства при отягчающих обстоятельствах. Задержаны четверо подозреваемых в трафике людей. Наибольшую ответственность за эту отвратительную ситуацию несут контрабандисты, то есть преступники, которые за пару тысяч евро организуют торговлю людьми из Ирака, Афганистана, Африки и Азии. А затем используют этих людей, заставляют их приезжать в Бельгию, Нидерланды, во Францию. Особенно для того, чтобы пересечь Ла-Манш и отправиться в Великобританию. Именно с этими контрабандистами мы должны бороться. Более полутора тысяч из них были арестованы с первого января. И четверо контрабандистов, которые, как мы подозреваем, были напрямую связаны с этим пересечением, с этой неудачной посадкой, были арестованы сегодня. Власти Франции призвали к экстренной встрече европейских министров для решения миграционного кризиса. Ожидается, что уже в ближайшие дни будет усилена охрана берегов с обеих сторон пролива. Эта драма является результатом последовательных неудач в отношении этой миграционной политики. Неудач Бориса Джонсона, который не оставляет нашему региону выбора в том, чтобы использовать ресурсы. Потому что у него нет смелости взять на себя ответственность и выбрать на своей территории, какую миграцию он хочет. За последние три месяца, по данным береговой охраны, число желающих пересечь Ла-Манш удвоилось. Крупнейшая в стране сеть спортивных магазинов отказалась от продажи лодок в городах на берегу пролива. Но мигрантов это не останавливает. С начала года морская префектура Франции пресекла 31,5 тысячи попыток нелегальной переправы в Великобританию и спасла из воды около 8 тысяч мигрантов. Алиаса Сдыкова, Руслан Амиржан, Хабар, 24, Франция. В столице Сомали Магадишо прогемел мощный взрыв. По данным агентства Reuters, в районе инцидента очевидцы услышали стрельбу. Взрывной волной разрушила стены одной из школ и уничтожила припаркованные на дороге автомобили. Данных о пострадавших пока нет. Пакистанские правоохранительные органы обнаружили и уничтожили крупную партию наркотиков на почти полтора миллиарда долларов. 18 тонн вредных веществ сожгли в пригороде Исламабада. По словам властей, всего с начала этого года в стране перехватили 184 тонны наркотических средств. Среди них гашиш, кокаин, опиум, героин, а также таблетки-транквилизаторы. В правительстве призывают жителей принять участие в борьбе с наркопреступностью и сообщать о правонарушениях. Это грязные деньги. Они губят нашу молодежь и разрушают нашу экономику. Пакистан граничит с Афганистаном, который производит более 80% героина в мире. Таким образом, при наркотрафике большая часть наркотиков проходит через территорию нашей страны. В столице Каталонии, Барселоне, запустили пилотный проект. Часть автобусов будет ездить на биометане. В час пик по городским улицам проезжают в среднем 900 единиц транспорта. Естественно, перевести весь автопарк на биометан не получится, говорят авторы проекта. Но автобусы, которые сейчас заправляют дизелем, в будущем будут переводить на водород и электричество. Барселона надеется стать пионером в борьбе с изменением климата. Я отмечу, биометан производится на станции очистки сточных вод. Мы говорим о газе, который генерируется в природе. Таким образом, это будет возобновляемый газ. Проблема в том, что количество газа, которое может быть произведено, например, с использованием метана из точных вод, ограничено нашей способностью производить отходы. Мы не думаем, что это решение можно было бы распространить на весь парк автобусов. В Таиланде сфера туризма восстанавливается после пандемии. Но процесс пока идет достаточно медленно. Таиланд – одно из самых популярных туристических направлений в Юго-Восточной Азии. Государство ввело строгие ограничения на въезд в прошлом году. Но с 1 ноября разрешило вакцинированным путешественникам из более чем 60 стран мира посещать королевство без карантина. Однако, несмотря на открытие границы, некоторые ограничения все же остаются. В том числе на алкоголь. Его можно продавать в ресторанах только до 9 вечера. Около 70% от общего числа бронирований поступает из Европы, включая Германию, Великобританию, скандинавские страны, за которыми следуют США, Ближний Восток и Азия. На данный момент наша заполняемость превышает 20%, что в два раза выше, чем в третьем квартале во время пандемии. Я надеюсь, что мы увидим, что в четвертом квартале она достигнет 30%, поскольку мы начинаем набирать обороты после открытия страны. А теперь о ситуации с ковидом у нас в стране. В Казахстане за сутки зарегистрировали 946 случаев заражения. В антилидерах Нур-Султан, Алматы и Североказахстанской области. Около 6 тысяч человек продолжают лечение в стационарах. Медики признаются, что тяжелые пациенты – это в основном непривитые граждане. В стране первым компонентом привились 8 млн 677 тысяч казахстанцев. Число получивших обе дозы преодолело отметку 8 млн. Предприниматели будут платить налоги за онлайн-переводы. Закон приняли в Сенате Казахстана. В нем конкретизировали понятие «мобильные платежи». Банки обяжут передавать сведения о таких операциях казахстанцев в налоговые органы. Для оплаты товаров и услуг через мобильное приложение бизнесмены должны будут разделять личные и предпринимательские переводы. Для ведения бизнеса им необходимо будет использовать отдельный спецчет. Мы будем систему управления рисками вырабатывать. К примеру, один из рисков, например, от различных источников в течение одного дня получил деньги человек. И это продолжается, ну физическое лицо, и это продолжается на протяжении нескольких дней, месяцев. Это будет одним из признаков, что обратить налоговые органы должны внимание. И банковская тайна в этой части для налоговых органов открывается. В Шемкенте открыли развязку, строительство которой на год парализовало движение на центральных улицах Рыскулова и Кунаева. Масштабный проект обошелся бюджетом в 7 миллиардов тенге. Пришлось также убрать овощной рынок и сквер, но в Акимате заявили, что одна развязка проблему с пробками не решит. Тем более, они уже стали неотъемлемой частью южного мегаполиса. В городе примерно полмиллиона водителей. Очередной транспортный узел начнут строить уже в следующем году. Правда, он обойдется еще дороже в 11 миллиардов тенге. И это только стартовая цена. Например, стоимость развязки на Кунаево за время проведения работ выросла на 1 миллиард 900 миллионов тенге. Сейчас до сих пор рост идет. Цемент, стройматериалы, арматура. Второе, проекта не было предусмотрено пешеходным переходом. Подземный пешеходный переход. В связи с этим мы изучили, что обязательно в этом части должно быть подземной пешеходный переход. Данная развязка, полный рост, не решит пробки город. Это сразу хочу предупредить. В Казахстане усовершенствуют систему космического мониторинга земель сельхозназначения. Костанайские аграрии уверены, что используемые для этих целей программы сегодня требуют доработки. И если систему космомониторинга не изменить, считают фермеры, это может обернуться для бизнеса, например, изъятием земель или судебными тяжбами, рассказывает Артем Грапов. Программу космического мониторинга земель в Кустанайском агрохолдинге внедрили в этом году. Фермеры хотели удаленно следить за состоянием почвы, сельхозкультур, выявлять проблемные массивы на полях. В идеале система упрощает сложную работу агронома, но информация, полученная с ее помощью, как выяснилось, зачастую неточная и необъективная. Например, на снимках поле может выглядеть как черное, без пассивов, а на деле там будут всходы. Это будет не объективно, потому что один и тот же индекс может быть в состоянии поля и разные фазы развития, и разные культуры, и разное целевое использование. А индекс может быть один и тот же. Кустанайская область была одним из трех регионов, где в пилотном режиме с 2020 года начали осваивать космомониторинг. В январе 2021-го систему внедрили по всему Казахстану. В метельхозе сразу отчитались, благодаря снимкам из космоса обнаружено более 7 миллионов гектаров неиспользуемых пастбищ. Впрочем, только в Кустанайской области погрешность результатов, как сказали на коллегии ведомства, превысила 75%. Поэтому фермеры уверены, система требует доработки. Наше мнение, что внедрить такие глобальные, это очень такой проект, который затронет очень многих фермеров. И делать какие-то скоропалительные выводы на основании какого-то одного индекса, который требует уточнения, требует корректировки. Наверное, это еще прежде временно. При этом Кустанайская область уже пять лет в лидерах среди регионов по площади неиспользуемых земель. За это время изъято 230 тысяч гектаров. Чиновники подтверждают, данные космомониторинга не всегда верны и поэтому требуют дополнительных уточнений. Те данные, которые выявляются, к сожалению, не совсем точны, поэтому мы лояльны. У нас нет задачи сразу приехать, забрать, наказать, привлечь и так далее. Нет. Естественно, все смотрится объективно, каждый факт исследуется. Естественно, инспектор выезжает. У нас есть дрон. Устранением недоработок в системе космомониторинга уже занимаются. За это отвечает Министерство цифрового развития. Между тем, аграрии советуют менять проект с ученых, близких к стельскому хозяйству. Артем Грапов, Ермек Мухамедьяров, Куснацкая область, Хабар, 24. 186 сел в Западно-Казахстанской области еще не обеспечены чистой питьевой водой. В 21 приезжают водовозы. Между тем, до конца 2025 года власти региона планируют обеспечить чистой водой 100% сел области. Для этого необходимо построить водопровод в 66 населенных пунктах. А еще в 120 поставить блок-модули для очистки воды. Свои услуги уже предложили три компании-производителя. Каждый блок-модуль стоит от 8 до 17 миллионов тенге. В час он фильтрует около 500 литров воды. Чем-то точнее, дорого стоящего за 500-600 миллионов центрального водоснабжения, за 15-20 километров, что очень накладно складывается на бюджет. Мы решили в селах, где проживает менее 200 человек, где буквально 5-6 домов стоит, но оно имеет статус села, устанавливать вот такие КБМ-установки. Внутри установлены фильтровальные установки, насос и емкость для сбора уже чистой очищенной питьевой воды. Мы продолжаем. В рамках празднования 30-летия независимости Казахстана, один из старейших казахстанских театров, Государственный академический русский театр драмы имени Максима Горького, представил постановку в Москве на 19-м международном театральном форуме «Золотой Витязь». На суд московских зрителей был представлен спектакль «Светлые думы». Международный театральный форум «Золотой Витязь» проходит в Москве уже в 19-й раз, но последние два года из-за пандемии резко сузилась география участников. В этом году одному из старейших казахстанских театров удалось принять приглашение и выступить на площадке ГИТИСа. Пандемия, конечно, повлияла, но в то же время доказала, что театр он вечный, он будет жить независимо от болезни, от невзгод, от войны, но он театр вечен, потому что театр основу свою имеет, прежде всего, работает на человека, для человека, естественно, о человеке. Спектакль «Светлые думы» — это история жизни жителей одной деревни, и они встречаются в кружке художественной самодеятельности на репетициях спектакля. Премьеру отыграли год назад. Режиссер из Челябинска Евгений Гельфанд адаптировал под казахстанский театр авторскую инсценировку на основе восьми рассказов Василия Шукшина. Это тот автор, у которого та самая гостья-минутка, которую он писал, она достукивается до самого сердца. Когда мы слышим биение сердца человеческого, для нас неважно, политическая ситуация и какие-то там всяческие проблемы социальные, которые происходят, мы все, прежде всего, люди. В спектакле занято и молодое, и старшее поколение артистов театра драмы имени Горького. Постановку хорошо приняли театральные критики. Когда мы привозим театры вот из таких дальних и ближних рубежей, то московский зритель хотя бы имеет представление о том, что всюду жизнь, и она кипит, и развивается, и ничуть не хуже, чем в Москве и в Санкт-Петербурге. На Международном театральном фестивале «Театрал» в начале ноября этого года актерский состав спектакля «Светлые думы» был признан экспертным советом лучшим ансамблем. Дана Нуржан Шахзотгамиров, Россия, Хабар, 24. Тем временем в столице при поддержке партии «Нур-Отан» состоялся предпремьерный показ диснеевского анимационного фильма «Эсканто». Это уже 38-я кинокартина, дублированная на казахский язык. Инициатором перевода выступил фонд «Болошак». Стоит отметить, что вся работа по переозвучке велась на внебюджетные средства. Цель проекта – это создание качественного мультимедийного контента на государственном языке. Представители американской стороны отметили, что для их компании честь поддерживать уникальные культурные и социальные проекты в Казахстане. Мы начали этот проект 10 лет назад. Нас поддержало руководство страны. За это время мы создали 38 проектов. Все фильмы и мультфильмы, которые мы перевели, были переведены на очень высоком уровне. Наша цель – продолжать эту работу и в дальнейшем, чтобы отечественный зритель получал контент высокого уровня на государственном языке. И в завершение массовый коралловый нерест начался на Большом барьерном рифе, расположенном вдоль австралийского побережья. Удивительное природное явление засняли ученые. На кадрах ярко и ясно видно, как крупнейший в мире риф буквально разрастается яркими красками. Такой живописный процесс происходит раз в год и длится несколько дней. Отмечу, Большой барьерный рифт внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за повышения температуры основная его часть обесцветилась. По данным исследователей, свой цвет потеряли более две трети кораллов. Большой барьерный риф является уникальной экосистемой. В мире есть и другие, но нет подобных ему по масштабу и сложности. Кораллы — удивительные маленькие организмы. Они на самом деле похожи на медузы. Большую часть своей жизни кораллы фактически растут путем бесполого размножения. То есть сначала разделяются на две части, потом на четыре и так далее. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова